Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, 38-й день, третий день недели Исода, недели основы. А что является основой? Основа это Тора. Поэтому даже в этот день очень важно понять, что даже изучая такую великую основу, как Тору, надо понять, что суть все-таки это мудрость Творца. И связь с Творцом необходима для изучения Торы. Поэтому даже когда ты что-то делаешь, даже когда ты, может быть, даже и учишься, ты все равно должен не забывать о Творце. И задание, которое давали мудрецы на сегодняшний день, это найти время, вспомнить о Всевышнем, остановиться, внимательно подумать, замедлить его, ход времени такой. И чуть-чуть помнить, что основа это Всевышний. Знаете, многие религии проповедуют мессианство. Вот вы смотрите на улицах, вот в Израиле, в многих других странах стоят люди, идите к нам, вот давайте наша религия, раздают брошюры. В иудаизме точностью наоборот. Если человек захотел принять иудаизм, ему рассказывают, сколько проблем, как это сложно. Даже по закону его обязаны отговаривать и говорить ему, что зачем тебе это надо. По законам и по нашему пониманию неевреи, исполняющие семь заповедей, являются таким же праведником, как евреи, исполняющие 613. Но если человек чувствует внутреннюю несущную такую необходимость присоединиться к последователям бога Авраама, обычно его ничего не останавливает. Кстати, этого не говорят нигде, но могу процитировать из книги Пинха Сополомского, Рауф Кук Кабала, 219-я страница, говорится следующее, что рэп Авраам Миллер, человек учившийся в Ешиве Хаффисхайме, говорил следующее слово, что ни в каких книгах это не написано, но самому надо знать, что если человек приходит делать дьюру, у которого отец еврей, такого человека не отговаривают, а наоборот помогают. Вы знаете, отношение к перешедшим в вудаизм, вообще переходу в вудаизм очень не такое особое. С одной стороны, потом, ну сам царь Давид, произошел от Руд, которая была Маавитянка. Автальоны Шамая, крупнейшие, на ком основывались много изучений Торы, это потомки празелитов. Раби Акива, от которого практически... Много можно было перечислять, но и проще можно сказать, что Машех, которого так ждут евреи, он тоже произойдет из семьи царя Давида, где мама тоже принимала ги-юр. Поэтому, кстати, Руд это первый ги-юр. Поэтому здесь все очень такое, знаете, с одной стороны да, с другой стороны нет, и тем не менее этот процесс идет. Знаете, я вам расскажу быстро короткий анекдот. Еврейский юноша увлекся нееврейкой, собирался на ней жениться. Эта женщина очень интересовалась иудаизмом, она собиралась принять ги-юр. Отец был категорически против, хотя семья вообще не соблюдала никаких заповедей. И тем не менее сделала ги-юр эта женщина, прошла свадьба. И вот на следующий день, первый шаббат после свадьбы, сын не явился в лавку, которую они с отцом владели, которую открывали по субботам, к сожалению. И когда отец его спросил, в чем дело, он ответил, жена сказала, мы евреи, евреям работать в шаббат запрещено. Вот видишь, говорит отец, я же тебя предупреждал, не женись на нееврейке. Ну это такая смешная анекдот. Но он показывает двойственность того, что происходит. Каббала говорит, что пока все души, тех, которые хотели перейти в иудаизм, не сделали этого, не придет Машех. То есть проблема эта очень глубокая. Давайте быстренько в ней покопаемся. Простой ответ, что классическим определением еврея всегда был человек, рожденный от матери еврейки, принявший иудаизм по законам Галахи. Вот кто такой еврей. Так что при условии, что процесс Гьюра был проведен компетентными раввинами, человек, прошедший его, становится таким же евреем, как и те, кто были рождены ими. Те, кто будут свысока смотреть на празелитов, должны помнить, что, еще раз повторяю, что даже рабе Акива легендарный, и тот был празелит. Более того, в Медраше сказано, что истинный празелит дороже в глазах Всевышнего, чем человек, рожденный евреем. Почему? Потому что у человека, рожденного от матери еврейки, не было никакого выбора. Если ваша мать еврейка, вы еврей, точка. Тут вообще не о чем разговаривать. Вы не можете отказаться от этого права, данного вам по рождению. Нравится или не нравится, биологический или духовный фактор, все. Вы можете попробовать перейти в другую религию, не дай бог, конечно. Но идеизм не признает подобные изменения. Написано, что если вы родились евреем, вы умрете евреем, выхода из еврейства не существует. А вот празелит не обязан был становиться евреем. Никто не заставлял его делать. Он еврей по выбору, и поэтому ценность его очень велика. Это настоящий духовный подвиг. В главе нашей недельной главе есть фрагмент, называемый Тахаха, назидание. Ну, очень нехороший момент. Это страшное предостережение народу, чтобы он не отворачивался от Бога, и проклятие, которое настигнет, если мы все-таки это сделаем. Его читают вот сейчас обычно, всегда, незадолго до ШВО, до праздника, до рвания Торы. В тот момент, когда мы стояли у горы Синай, был свидетелем величайшего откровения, слышали 10 заповедей. Это был момент, когда мы из семьи превратились в нацию. И в этот день приняли иудаизм. Все стали евреями на Синае, все празелиты. Поэтому каждый год в это время мы читаем вот эти отрезвляющие нас назидания, чтобы подготовиться и заново прожить то историческое событие, которое мы все вместе стали празелитами. Это помогло нам, вот, с трепетом принять союз с Богом. Мы все когда-то стояли у горы Синай. Поэтому все, кто родился, и те, кто стал в будущем настоящими евреями, они все, в общем-то, стояли у горы Синай. И поэтому, если говорить о страхах, описанных в нашей недельной главе, то нам сказаны такие слова. Создаю свет и навожу тьму. Создаю мир и навожу бедствие. Я, Господь, совершаю все это. И Шаягу. Пророк, вот про свет и мир сказано создаю, а про тьму и зло сказано навожу. Почему? Ибо ничего они из силы не представляют. Удаление света приводит к тьме. Удаление добра приводит к злу. Вот примерно и все. Поэтому я хочу сказать, что тот, кто хочет, он всегда найдет дорогу. Брахавы от слуха.